У нас есть файл русских слов, русских терминов, вот он, русские слова. Мы должны их найти в нашей верстке. Для этого нужно сделать следующее. Начать со следующего. Вот здесь открыть папку со скриптами, в папке стиль индекса. Взять вот этот файл IDML, перенести папку с работой вот сюда и открыть этот файл. Вот он открылся. Здесь из клавиши F11 нажмем. В этой группе есть нужные нам абзацные стили. Этот фрейм нам уже не нужен. Все сохраняется, все что есть. Ctrl-Shift нажимаем. Вот у нас этот фрейм. Берем этот текст, выделяем, копируем, вставляем сюда. Да, ну тут просто здесь не тот шрифт сейчас. Говорим, что это level1. В level1 изменим шрифт. Так. NewBaskVill не подошел. Будем пробовать. Но здесь сейчас просто для пробы, поэтому мне тут и робота подойдет. Итак, у нас готов файл индекс стайлс. Теперь нужно преобразовать его в таблицу с запросами. Да, его надо сохранить. Ну, здесь пуль будет так называться. И вот мы сделали наш индексный файл. Итак, мы сделали греб запросы. И в правой колонке у нас знаки ударения, которые иногда нужны, иногда нет. Вот здесь, в левой колонке, как оказалось, здесь слова, так как они должны читаться, с правильным знаком ударения. А по тексту он может быть, может нет. Как с этим быть? Можно вот так сделать. Мы ищем знак ударения, изменяем то, что нашли, на найденное, и потом ставим знак звездочки. То есть, или есть, или нет. До конца материала. Вот, сделали. И еще один вопрос здесь. Моя программа пропускает слова, которые из двух букв. Ну, здесь есть слова ОМ и МА. Их надо обработать отдельно. Вот, я его оформил. Слэш Б и Слэш Б. То есть, это слово, которое не имеет падежей. И слово ОМ тоже самое. Вот теперь у нас наш файл индекс-лист готов к работе. Ну, за исключением такого момента, что Светлана говорит, что АГАМА и АГАМА – это разные слова. Вот, я не знаю, как слово АГАМА, если оно в родительном падеже, как вы отличите от слова АГАМА или АГАМА, когда это в именительном падеже. Так что, в этом вопросе, пожалуйста, держите на контроле. Все остальное здесь нормально. Запускаем наш основной скрипт. Давайте без учета регистра загрузить таблицу. Вот она. Выделяем эту колонку. Подготовить задание. И вот мы перешли в файлы, и можно нажать кнопку «Обработать текст». Но этого еще недостаточно. Здесь нужно сказать, что символные стили не все слова брать, а только те, которые отмечены символеном стиле «Майя» и «Алегчарс». Вот теперь можно работать. А нет, еще вот что надо сделать. Надо еще этот флажок установить, потому что у нас там «Ом». Есть несколько вариантов использования слова «Ом». Ну, чтобы сначала самые длинные строги обработались, а потом уже по мере убывания длины. Вот теперь курсор в тексте «Обработать». Видите, сначала идут длинные слова, большие. 0.40 началось, 0.53 закончилось. 13 минут. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот наш индексный указатель. Вот буква «Р». И вот тут все эти термины, которые нашлись из этого списка. Теперь нужно построить предметный указатель, привести его в порядок, ну и дальше на него смотреть. До встречи.